всем привет нашел очень любопытный ролик он уже не новый хотя имеет там миллион на просмотров или больше очень хотел ставить сюда его перевод но youtube ни в какую не дает делать это из-за копирайта так что вставляю сюда ссылку в угол на оригинал это речь на тед а конкретно на тед мед а здесь только тезисно повторю то что там говорится ролик около 15 минут длиной автор франц деваль это известный приматолог ученый и толок что наверное самое интересное автор многих там научных работ и нескольких очень популярных книг бестселлеров по социальной жизни и психологии наших ближайших родственников то есть там шимпанзе и других человекообразных обезьян речь называется необычные или там surprise в общем необычные данные о том что такое альфа франц деваль говорит о вступлении что он сам частично отвечает за то что этот термин вошел в массы и поэтому чувствует большую ответственность перед обществом что на самом деле термин альфа понимается радикально не так как он это имел ввиду когда термин вводился термин практически появился где-то в сороковых 50-х годах при исследовании волчьих стай и с тех пор он плавно перекочевал частично в том числе и вот в исследовании по сообществом шимпанзе не только шимпанзе и так тезисно речь начинается с примера о старом самце который есть бывший смещенный альфа и за ним очень нежно и заботливо ухаживает большая часть стаи то есть ему приносите еду подкладывают подстилку под под спину что было удобно лежать и так далее то есть уже что то здесь не очень клеится с общепринятым пониманием термина альфа бизнес книгах как он говорит учат что альфа это в основном такой огромный сильный задира который только и делает что в общем всех избивает и достает книжку который написал сам франц деваль политика шимпанзе рекомендовал в качестве бизнес тренинга сам ньют гингридж политиком бизнесменам и так далее и франц деваль настаивает что описание трактуется совершенно неверно местами диаметрально неверно значит сам термин введен в 40 50-х годах при исследовании волков в каждой стае есть только один альфа самец и одна альфа самка отсюда собственные названия альфа и альфа то есть по определению только по одному в сообществе один и один альфа шимпанзе отличается языком тела и демонстративным поведением например ходит на двух ногах ну и совершает другие всякие там устрашающие движения телом при этом старые самцы могут формировать коалиции и иметь большое влияние в том числе иногда коллекция может иметь влияние больше чем собственно альфа самец дальше приводится пример как новый альфа самец ухаживает за бывшим альфа самцом который сделал его альфой то есть опять же оказывает такую поддержку уважение и там делится едой и так далее самый мелкий самец может быть альфа если правильно выстроить политику и коалиции то есть социальные связи тут абсолютно ключевая вещь это все дальше демонстрация на фотографиях пример языка тела демонстрирующего коалицию у шимпанзе и это для смешного контраста у американских политиков на выборах когда там есть например тот кто избирается в президенты и вице-президенты как они дескать демонстрируют всем окружающим что они вместе и вот эта демонстрация надо смешно похоже на то как демонстрирует это шимпанзе объятия объятия при этом обязательны даже если участники друг друга не любят опять же с примерами на фотографиях как становится альфой значит первое желательно быть сильным смелым в общем где уметь дерзать второе нужно делиться в среднем избирательная кампания ну в кавычках избирательная кампания длится 2-3 месяца то есть для желающего сместить нынешнего альфу нужно 2-3 месяца и в это время нужно активно делиться и завоевывать себе сторонников во время кампании самцы которые даскать участвуют этой компании начинают активно играть с детенышами самок чего обычно они делают опять же параллель с фотографиями избирательной кампании президент сша привилегии и цена привилегия ну прежде всего это самки самки намного важнее еды без еды самец может охотиться неделю цена такова что сторонникам и бывшим и нынешним нужно оказывать фавор иначе они не будут поддерживать то положение соответственно самками например нужно делиться если с ними не делиться то это быстро закончится и бесславно постоянно есть другие претенденты которых нужно как-то в общем обезвреживать и в частности это делается с помощью политических методов то есть нужно разбивать сузы и переводить людей людей соратников в свою пользу это верно и для людей тоже уровень стресса значит пример графика на на самой интересной иллюстрации всей речи это анализ уровня кортизола в экскрементах и по графику хорошо видно что лучше всех живется самцу номер два то есть второму в ранге у первого самца у альфы у него уровень стресса ровно такой как у самого низкого в иерархии то есть там на уровне 6 7 и так далее то есть это очень очень стрессовая роль обязанности значит в первую очередь поддержание мира в стае то есть перерывание драк рассуживание причем без фаворитизма обеспечение безопасности самым низкоранговым членом стаи опять же потому что политика очень большое имеет значение второе значит альфа это главный утешитель у обезьян есть такая активность которая называется там панельский консолейшн то есть объятие в общем утешение после каких-то неприятностей произошедших членом стаи в норме в самки делают это больше примерно в два раза два два с половиной раза чем самцы так вот альфа самец делает это примерно в два два с половиной раза больше чем самка то есть как его давай называет верховный главноутешающий можно так перевести это роль альфа самца в целом стая вообще не поддерживает агрессивных самцов хотя они бывают но в общем задиры не поддерживают про альфа самок про них мало что известно они становятся на свою позицию не благодаря физической силе вот но они играют очень важную роль в отношениях и как это происходит до конца непонятно например у бонобо как известно матриархатная система и главная главная особь стаи женского пола и как она завоевывает свою позицию в общем-то до конца непонятно но точно не силой физической то есть ключевая мысль том что альфа не обязательно должен быть самец и того говорит франсуаль не стоит оскорблять альф шимпанзе называют задир альфами альфа бывают задирами но обычно у них набор качеств помимо размеров и силы то есть не нужно оскорблять альфа самцов шимпанзе сравнивая их с нашими современными там политиками бизнесменами и так далее вот такая интересная лекция не предлагаю это воспринимать как истину последней инстанции как во всех подобных случаях просто интересная информация к сведению стоит намотать на ус и посмотреть на реальность насколько она согласуется с реальной жизнью всем спасибо пока до встречи и и и и и и и